красиво тут сделано да на стоянке светится так всем доброе 31 декабря у нас мы с друзьями ходим в баню эти даже пакетик у меня модный сканевский надо мы идем не в баню мы идем в душ здесь я что-то подумал что если сегодня вечером купаться я могу где-нибудь и не покупаться стоять только наверное нам не сюда верно нам что я не пойму не здесь написано посторонний вход запрещен пустыми а юм не проснулся еще ложишь оба вот блин голова два уха где тут святла еще так тут все солидненько почти джакузи что будем смывать мясокусную грязь себя понятно что у вас это будет уже в новом году это что открывает есть открытая на фига мне еще одно открывать правильно все одинаково тут закрыта ладно будем принимать 31 водные процедуры зимой моднячий пакетик сканевский по маленьких всю ночь сегодня перед новым годом все мыться на мойку о с легким паром можно лететь в этот в ленинград но видите как вся стоянка забита битком так вот несколько мест вот это и те кто едут мы одни из них так время 6 утра пол седьмого уже правда сейчас 6 я встал сейчас часиков до восьми час пока чайку там туда-сюда попьем еще раз погуглим сказание пока на данный момент ничего не было того что нам подходит сама одну штуку покажу классно какая красота татарский чак чак офигеть на этот с товарищем должен был встретиться тимур сказаний коллега но не получилось кое-что передать надо было брат его приезжал вот смотрите какую красоту подогнал к новому году спасибо вам большое парни с наступающим удачи вам вот так пойдем уже заодно машину посмотрим короче ждем до восьми утра наверно сейчас пока чай там туда-сюда вроде все хорошо здесь колеса целые ой и тут суровы ой не утонуть бы все цело вот и и как бы груз казани ничего я во всяком случае не нашел по нашему вроде там что-то такое есть в челнах и в ижевске и на сегодня ну то что в принципе может нам подойти надо загрузку поэтому сейчас вот чай пьем смотрим решаем ну скорее все часть к 80 ничего не появится то будем отсюда сказаний выдвигаться тут еще одна проблемка нарисовалась поедем покажу а пока пошли завтра в общем я нашел а никого не трогаю спускаю сюда уже к волге с горы начальство нет понятно что кстати выключить ретарда выключена вот и у меня закрывается вот такая фигня тормозные колодки в накладке тормозных колодок из нож я не понял остановился включая вот у нас это пусковая проверка и вот мы видим правая задняя 33 процента чё за хрень на всех остальных там вот 53 56 61 такого не может быть они изнашиваются всегда одинаково ну я написал своим мне шеф присылает скрин сейчас я его здесь вот прикреплю говорит это вот когда у нас эти косяки с этим тахографом там во франции были запрашивали данные машины и вот у нас еще 21 декабря у нас был 50 про было 50 процентов ну я так понимаю вариантов два либо у нас а ё-моё племя сижу чалдон точки странно начало пока молотки будет расскажу вот ну как варианта три короче либо какой-то глюк и он сейчас поедем пропадет но вряд ли это глюк я так думаю что скорее всего у нас наверно подклинило вчера правое колесо но ничего не дымило так-то особо не видно но ночью тут темноте что-то увидишь днем я не видел и ночью и стерла накладку не знаю сейчас вот поеду сейчас казанскую обездную пройдем смотрел ничего нету так и сказаний поэтому будем выезжать вообще абсолютно так как бы до груза есть но они не нашего варианта к нам такой не догрузишь там тонна полторы там 500 килограмм тонна небольшие палеты на сверху на плитку не поставишь потому что продаешь плитку нельзя такое вот и короче сейчас посмотрим я сейчас поеду будет греться сейчас объездную пройду казанскую остановлюсь пойду посмотрю если греется диск не знаю тогда будем связываться может сегодня 31 декабря скания казань здесь работает может туда заезжать будем если нет значит будем ехать будем мониторить как что будет износ и тогда на этом на ближайшем того мы будем менять колодки и накладки потому что мы может вот у меня вчера если честно сложилось впечатление что машина не хотела ехать вот и кто-то держал и расход вырос вот 24 до дорога была это с 14 тоннами до дорога была не фонтан снег метель все это дождь ну короче такая дорога хреново но короче чё сейчас гадать сейчас про мониторю посмотрю и тогда решим чё делать будем сейчас вот проеду если греться не будет может быть подклинило может она отошла может что я не знаю но поеду она не могла так просто так так стесаться сейчас эта лампочка будет постоянно гореть на нервы капать в общем ладно я пробую сейчас выезжаю и и потом посмотрим что будет начинаем крайне рабочий день 2020 и садкостно неправильного какого-то года мне даже самому интересно где сегодня буду нового года встречать и и по и по какому времени вот уже по московскому то однозначно надо будет встретить по skype со своими не по skype там короче вы поняли по видеосвязи но еще же по местному по-любому у нас уже суд мурции начнет другое время показывать плюс один там если впереди так уже наверно плюс 2 о чем мы не открываем все поехала машинки еще бегут завтра будет свободно ну и сегодня уже ближе там часов после 6 уже никого не будет и ну так то она вот катится вроде как чуть-чуть с горочки тона замерзла вроде катится не заклинило еще не открываешь дальше то примерзла бывает отмерзла на следующем повороте поверните направо снежок закончился дороги просыпаны и это хорошо минус 7 ночью шоу снег ведь у нас крыши метель заверуха за веруха метель заверуха но небольшая наверно соскание татарстан казань я погорячился смотрите тут на герты к и я одну толка даже здесь они по моему сервис к низкий у них ман правда нарисован оба ускания тоже одну белка пучкуется ой ну дай бог может это так что-то вчера но она нет она не пропадает она и показывает уже 32 процента показывает было 33 уже 32 сейчас посмотрим если она трет колодка проедем объездную то диск по-любому будет горячий только вот этого не хватало да тем более на празднике вот щербакова давайте сейчас тут попробуем остановиться сейчас гляну сколько уже километров 15 же проехал сейчас пойдем глянем я ее не пойму она вроде как и едет сборки а вроде и нет нет все холодная ступица холодная диск холодный все нормально чё за фигня тогда может какой-нибудь этот опять блин я тут не пройду наверно в тапочках тапочках же вытащил какой-нибудь проводочек очередной отгнил не вот это проводочек бы отгнил она бы совсем не показывала ну и тут то же самое если бы колодка заклинула и она терла то диск был бы горячий а он холодный ну поедем дальше ну все равно у меня такое ощущение что машина не хочет ехать как будто и что-то держит что за фигня конечно грязно какой ты хотел чистую дорогу хотел я буду гореть вот так на панели что тут у нас 32 уже посмотрим короче едем дальше возвращаем все татарстане с ума посходили весовые поубирали представляете как так то как жить тогда я не знаю раньше на на каждом перекрестке весовая стояла сейчас где что на въезде нету что на выезде причем на выезде ни в одну сторону нету только эти он стоят бойцы не видимо фронта чего 31 стоите 31 еще трезво ездит первого надо с утра операцию нюх нюх проводить хотя почему можно и 31 мало ли кто когда стал новый год отмечать т.п. я с левой стороны тоже работала видели вот снесли все чертям собачьи где где рисовая чуть ли не под колеса кидались нет никто нет сейчас опять на лукойле останавливался смотрел не знаю но сейчас дома моды ша поедут без остановок мама дыши остановлюсь посмотрим что там будет но я так поглядывал в зеркальце то вправо и не обращайте внимание ту нету сушильные работы идут сушилка работает лизер транс на базу возвращается сюда в этот ветер вот вам даже слышно рм важно так это хорошо задувает пока минус 8 не холодно морозы у нас начнутся чутка подальше честно признаться от казани до челнов тут и снимать то особо нечего вот хоть может с какой пацаны снег убирают поснимать дорожники молодцы сыпят чистят нету с этим делом все в порядке во всяком случае пока нареканий нет и не было последние годы я не попадал а так тут чё тут уж тут вся дорога теперь уже четырех полоска автобан катишься себе балдеешь снега нету все отсыпано асфальт и круиз работает и этот датчики все подключены и и ретарда едем все то еще пока движение есть так маленькие немножко туда-сюда в гости едут так грузовики попадаются сама будет завтра спокойно но в плане спокойно вообще никого не будет это завтра мы будем ехать мало-мало машин особенно с утра пока не знаю пока что-то молчат за загрузками там прикольная с ижевска да знаете что нам было вести гробы честное слово на екатеринбург давай загрузим шеф кричит не надо грешить я круг давай вывезем этот двадцатый этот год несчастный в гробах говорю с одного года в другой гробах перевесел да наверно не будем его забирать на то тоже надо с расчетом либо завтра первого вечером либо ну на крайняк второго утром 2 утром выгрузить в кате я тоже чё-то сильно сомневаюсь там кто-то там особенно завтра вечером после обеда побежит там 2 в принципе может и можно было бы с утра так разгрузились мне с катей там где-то до места 1100 что же наверное шеф-суеверный давай так вот и нормально денег дают получается там портон что-то воды 40 штук что ли как раз меня три порта свободных друзей до верха вряд ли у нас от мамадышский район и не буду я мамадыш останавливаться ничего мне в зеркало не видно поеду уже до елабуги а в елабуги перед елабугой на объездной то стану уже пообедаем перекусим воды наберем ну заодно и глянем наш диск как но еще бегут машинки так вот видите белорусов много возвращаются домой счастливые наверное едут я-то понятно я-то туда еду не до фонаря но пацаны ну на один день домой не успевает обидно на нового я уже повторял что новогод дурацкий праздник есть один плюс только этого праздника это утром смотреть как подарки ребенок достается все остальное считают но не нормально это все это мое особо по мнению день готовит что в двенадцать ночи там или в одиннадцать сеть все спите есть ну считай игры но не то но не мое мне не нравится я всегда в пол первого максимум в час уже сама поздняя пол второго же спать ложился идти могу до утра сидели жавороны к нам надо пораньше кому-то может за счастье будем мамадыш снимать когда все снимать нечего но вот сейчас бума дышь святкой отнимем как они там поживают я списал саду заказчиком и на связи мне дело то что у меня получатель именно юридический получатель он у меня екатеринбург там фирма кайт я не помню название но место выгрузки в коголыми а в коголыми печати нету чтобы не цмрки отметить со мной должен встретиться в екатеринбурге и цмрки по которым я еду уже отмечу что груз поступил там все все дела вот завтра придется кому-то в праздник после праздника короче я говорю каю буду где то может быть ну по по расчетам после обеда в екатеринбурге там ближе может чуть-чуть к вечеру не знаю все будет зависеть от того куда мы сегодня доедем если мы загружаться не будем а мы походу не будем загружаться значит по идее мы должны сегодня дорулить до перми вот и тогда но сейчас приедем в этот и лапу кистане позвоним осчастливаем там кого-то что надо подъехать с печатью куда там над весной наверно кати короче кто-то будет рад ну что делаешь работа сползаем крятки тоже веселая гора была в свое время когда она была двухполосная какая она тут хорошая пока не холодает минус 8 так и держится мороз пока не давит но ничего все впереди еще покайфуем я так думаю да не думаю тут надо уверен быть сто процентов ошибок у нас ханты-мансийском округе до морозов не было не может быть такого тридцатничек я думаю это легко а вот и вяточка красотка как с рыбачками ты алё ты смотри куда едешь он чуть под меня не нырнул полную неадекватный какой-то посмотрите что-то я его не понимаю кстати вятки лица полынья и боков я не вижу не до рыбаков тут да он какой-то вот перейди может пухой же праздную давным-давно вот это вот чучело только что чуть под меня не нырнул вот под переднее колесо мне чуть не в лес не устроил праздник себе и мне езжай 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 сбор что ты доехал нормально спокойно если там неадеквате может просто китанула я же не буду говорить что он именно неадеквате но только что чуть не начудил дел да прямо перед мостом под футболил бы и улетел бы в ветку как мне поляк рассказывал так один перед но я уже тоже по моему говорил повторюсь крит еду дорога так с поворотом такая двухполоска я горит 90 еду игре перед поворотом вы с правой стороны и этот польский фиат этот ведро с болтами это маленькая это там коробчонка это душегубка вот горит мне достается горит 30 метров до него и он горит как он как ехался это он горит даже не смотрел налево и перед выехал направо повернул и передо мной горит нарисовался как крит как шел 90 как дал ему а там горит дорога влево уходит канава и ты это какая-то там это у растет что-то там поле он не поехал над этой травой так и полетел на так интересно еще рассказал по польски за польским акцентом этими польскими словечками так старого смешно было я как ему дал говорит у тупу я продолжать не буду остальные слова кто хочет и какие хотите все можете добавить чтобы украсить но было весело ну в плане того что рассказал весьма так и этот усадил бы сейчас куда-нибудь и полетел бы кувыркая с этого моста в реку вы тут у слова по уши не случилось видите немножко не плоховато брызгает получается вот большое расстояние вот это вот место чтобы счистить надо тут дофига жидкости вылить бог с ним жидкость на копеечной вот она машине ламу стоянка это как она называется включаем кирпич тут нарисован а это выезжать здесь кирпич а другая курс учусь эту сольки сумру бы напрямую надо ехать где у нас здесь наверно все закрыто сегодня что это вообще с этой стороны не вижу здесь даже следов каких-то поеду вот туда дальше сам мое жон есть позички матом заберем должен обладать на следующем повороте поверните налево затем на следующем повороте поверните на право на следующем повороте получается две кафешки в этом тургайна а где тут мои жопы и приложить на следующем повороте поверните на лево затем на следующем повороте поверните на право а вот я ж тут проезд не перегорожу правильно если я его уставлю затем справа можно меня объехать там потом дальше же по прямой левое ну а зачем но стану туда и все нормально ну-ка давайте глянем что у нас тут высвечивается на панели 31 здесь рисует видите изнашивается идет износ у нее получается пойдем посмотрим сами видите как мы выглядим чумазенько так это холодная но это и понятно а это и это холодно а износ идет рисует хрен его знает что с ним происходит да внешний вид авто у нас рабочий короче надо нам будет после праздников наверное посещать очередной скания сервис сегодня мыть не буду уже фонарики помою завтра уже в новом году чистыми лампочками поедем после ночевки после ночевки еще вот меня хотят украшения вот здесь поступающий взаимно в какую сторону едешь на перьбе девочку студента не накинешь да к кому едем она вообще в этом в челябинске так я ж не в ту сторону нет теперь видно ей как-то попроще здрасте до челябинск прямо надо на челны ехать я знаю а я сейчас туда уйду как попроще там завтра вообще никого не будет как думаешь там будет не я просто ей вот забрать здесь хоть федералка там не федералка а я сейчас уйду влево там не федеральная дорога в Пермь Катя все там больше ничего нет только здесь шанс уехать если есть еще потому что ну никто не ездит сами понимаете поэтому без я без вариантов там вообще будет потом ходить не за что а девочки студентки мне не хватало вообще молоденькая такая девчонка что она тут делает молодая молодая совсем и в челябинск надо то ваберерс подъехал интернет-магазин которая интересно заберет не заберет вообще детек горькая я не знаю я лет 15 наверное ну выглядит она намного то есть ну на 15 не меньше то и не больше короче вот видите износ идет так что надо нам да по ходу посещать так от blue что у нас от blue стоять от blue 32 ну вот будем сейчас заправляться в менделеевске и это самое и там уже от blue зальем пока еще мороза нету пока оно не замерзшие чтоб не надо было отогревать пару канистр как раз войдет не знаю подберет может и подберет ваберерс что там вот они разговаривают вот а там закрыто вы видите надо пойти у этого охранника спросить за водичку гельчатай открой личико ну я просто чтобы увидели честное слово детек горькая горькая а он пошел ваберерс как раз с ваберерс с водичкой а открыто там отлично все туда я тогда сейчас покушаю и потом схожу там свои запасы все таки по полным